Гульмира со слезами на глазах вспоминает тот роковой день, но деваться было некуда. Тогда еще совсем молодая, без денег, без работы и с одним ребенком жила в общежитии. Говорит, второго бы полюбила, но возможности содержать не то что детей, а себя не было совсем. Когда-то у нас не было ни денег, ни работы. Мы жили в общежитии. Был один ребенок, которого мы ели, как воспитывали, кормили, одевали. Ко второму мы точно еще не были готовы. Тогда мы решили сделать аборт. Конечно, большая семья, в которой много детей, это очень хорошо. Но у нас не было на тот момент возможности. Сейчас я очень жалею о том, что сделала. Такую внутреннюю трагедию пережила каждая третья казахстанка. Или, согласно официальной статистике, ежегодно свыше 100 тысяч будущих матерей. На самом деле цифра в разы больше, говорят специалисты. Ведь есть еще частные клиники, где делают аборты. И подпольная продажа специальных средств. Сегодня к медицинской процедуре все чаще прибегают подростки и девушки детородного возраста до 25 лет. В больнице создан дневной стационар специальный для таких беременных с замерзшей беременностью. И им проводится медикаментозное проливание беременности. Это очень хорошо. Почему? Потому что медикаментозное проливание беременности даются таблетки. Простогландины даются. И женщина в таком случае плодное яйцо само отслаивается. А вторая группа таблеток как бы изгоняет это плодное яйцо. Чем же может обернуться аборт? Врачи предупреждают о гормональных нарушениях, воспалениях, инфекции и сильной депрессии. Так называемый постабортный синдром и комплекс вины перед неродившимся малышом. Самый страшный диагноз после аборта – бесплодие. Сейчас им в стране страдают 17% супружеских пар или каждая пятая семья. На экстракорпоральное оплодотворение от государства выделяется более 800 квот. Таких центров в Казахстане 20, но только в четырех из них предоставляют бесплатные медицинские услуги по ЭКО. Сейчас нет таких ситуаций, где мы не могли бы помочь женщине. Если у женщины нет матки, есть суррогатное материнство, у женщины нет труб, трубное бесплодие, ЭКО помогаем. У мужчины нет сперматозоидов вообще, да, делаем ИКСИ. ИКСИ – это внедрение сперматозоида прямо в яйцеклетку практически, да, более такие высокие технологии. По словам специалистов, после перенесенных абортов 30% женщин заболевают онкологией. Однако есть и другая сторона медали. Возможно, что после запрета такой процедуры детей снова начнут выбрасывать и повысится категория детдомовских. Будет повышен уровень беспризорности и все это приведет к социальному конфликту. Уход за детьми требует больших затрат. Общественники сходятся в одном. Стоит пропагандировать планирование семьи. Работа в этом направлении уже началась. Казахстанским медикам поручили половое воспитание школьников. Они, в свою очередь, намерены подключить к диалогу педагогов и родителей. Альфимин Газов, адель Сомаликов, Ермек Кеншимбек, 77 News.